Друзья мои, сегодня мы вместе с вами имеем огромное преимущество вновь окунуться в исследование Слова Божьего. Сегодня наша лекция носит название «Отпуск на тысячу лет». Вы когда-нибудь слышали такое выражение «Гиена огненная»? Что это по-вашему? Вечный огонь? Ад? Позвольте сообщить вам, я был в гиене огненной и хожу живой. Наверное, вы думаете, Антонюк что-то не понимает, какая-то проблема. Но мы сегодня с вами посмотрим на эту ситуацию. Снова перед нами Иерусалим и, конечно же, евреи. Сегодня мы с вами посетим Гиену огненную. Мы отправимся с вами из Древнего Иерусалима в долину Геном, но все это в современном Иерусалиме. Эта долина во дни Древнего Израиля располагалась за стенами города. Сегодня мы с вами попробуем попасть на то место, которое евреи считали Гиеной огненной. Поэтому мы отправимся вдоль стен Старого Иерусалима и спустимся в Гиену огненную. А вот и Гиена огненная. Удивительно, но мы ожидали, наверное, увидеть там вечный огонь. А там нет огня, а зеленая травка. И, наверное, точно люди думают, что Антонюк что-то потерялся. Не может сообразить, что такое Гиена огненная. Друзья мои, я своим ногами ходил, потоптал эту Гиену огненную как следует. И убедился, что она меня не обожгла даже. Не то, чтобы я там сгорел, но даже ничуть не обожгла. Я даже срывал плоды и кушал, которые растут в Гиене огненной. Мой друг решил поймать овцу, которая послась там в Гиене огненной. Я понимаю, что вы меня не понимаете до конца. Друзья мои, это место, которое я вам показал. Это то, о котором пророки писали, как о вечном огне. Это то место, о котором пророки писали, как о Гиене огненной. Это то место, где во время Древнего Израиля всегда это считалось место, где поддерживался огонь. Это была мусорная свалка, где постоянно поддерживался огонь, чтобы никакая зараза, ввиду того, что там жарко, не распространялась. Поэтому всякий мусор там сразу, были люди, которые его сжигали. Но, как видите, сейчас там огонь не горит. И поэтому я думаю, что то, что люди приписали Гиене огненной, думаю, что это похоже на эту ситуацию. Друзья мои, давайте вернемся к современной цивилизации. Все жители, затаив дыхание, следили, как Юрий Гагарин летел вокруг нашей орбиты, как он летел вокруг нашей Земли на корабле «Восток». Полет продолжался всего 108 минут. Но 12 апреля 1961 года все заголовки газет мира были посвящены этой новой мысли, новым возможностям, чего достиг человек. Мы были поражены не меньше, благодаря развитию космической технологии. Астронавты Нейл Армстронг и Бас Олдрин 20 июля 1969 года прошлись своими ногами по Луне. Я знаю, что потом многие писали опровержения, но это не потом, это уже теперь. А тогда все газеты мира пестрили, что человек своими ногами прошелся по Луне. Некоторых людей очень настораживало такое вторжение в открытый космос. Люди боялись, чтобы не навлечь на себя какой-либо беды. Люди переживали, что человек куда-то пытается проникнуть, куда ему не нужно проникать. Другие выражали бурный восторг. Один человек сказал, не правда ли, как будет замечательно, если астронавтам удастся найти там где-то в космосе планету, где есть жизнь. И мы бы все туда перебрались, где нету проблем, где красивые плоды, где очень хорошо жить. И мы все там бы жили хорошо. Мне очень жаль. Это, конечно, было бы прекрасно. Скрыться от загрязнения, преступного мира, болезней, бед, которые мы сегодня, которые испытываем в нашей жизни. Но согласитесь с тем, если попадет туда человек, то там будет то же самое. Так или нет? Ничего не поменяется. Потому что нужен новый человек. человек, который будет любить только добро и который будет ненавидеть зло. А сегодня люди вскипают за любой мелочи. Неплохо было бы хотя бы в отпуск отправиться на такую планету. Хотя бы некоторое время побыть там, порадоваться. Лишь бы это был отпуск не 30 дней или 25, а чтобы он был чем длиннее. Ну, а что вы думаете насчет отпуска продолжительностью в одну тысячу лет? Что вы думаете об этом? Наш мир охвачен сегодня большой бедой. Дьявол правит здесь бал. Но Библия открывает нечто уникальное об отпуске на одну тысячу лет. Вы скажете, Александр, но мы всего живем на земле. Тут 70, то 80, там 90 предел, до 100. И все. О каком тысячелетнем отпуске может идти речь? Возможно, вы этого не знаете. Но Библия говорит об этом. Хочу сегодня прочитать вам заметку из газеты «Магнитогорский рабочий». Март 2003 год. Статья называется «Ньютон напророчил». Автор закона всемирного тяготения потратил почти 50 лет, чтобы вычислить точную дату конца света. По мнению Ньютона, этой дате будут пришествовать разрушительные войны, глобальные эпидемии. Потом на землю должен прийти Мессия, который будет управлять планетой в течение тысячелетия. Вы знаете, работа Ньютона на эту тему, которую он посвятил концу света, она представляет собой 4500 страниц. Больше, чем он сделал научных открытий. И он посвятил этому время. Ньютон пытается предсказать что-то вроде конца света. Но давайте будем читать, что об этом времени говорит Библия. Давайте будем читать. Книга Апокалипсис, 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Знаете, сатана, он никогда не прекращал своей работы. Он работает 7 дней в неделю, месяц за месяцем, в течение 6000 лет. Он очень серьезно работает, без перерыва на обед, без праздников, без биолетней, без отпуска. Я думаю, что он работоголик. И думаю, что если кто-то заработал отпуск, то он 100%. Давайте посмотрим, каковы же результаты работы сатаны. Везде и всюду мы видим дьявольские дела этого падшего ангела. Голод – это несчастье. Терроризм – это страшно. Друзья мои, мы видим его дела в больницах, в приютах, в тюрьмах, в лагерях беженцев, в землетрясениях, в смерчах, в преступном мире, в бесконечных войнах, в автокатастрофах. И везде мы видим его деяния. Когда же начнется этот отпуск, я бы имел возможность, бы отправил его чем побыстрее в этот отпуск. Так, чтобы люди отдохнули. Чтобы люди отдохнули. Если кто-нибудь заслуживал отпуск, так это сатана. Но, как ни странно, он не хочет идти. Его приходится понуждать сделать этот шаг. Библия сообщает о той трагедии, которая имела место в прошлом. И произошла на небе война. И несвержен был великий дракон, древний змин, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, и несвержен на землю. И ангелы его не свержены с ним. Планета Земля только что вышла из рук Божьих. Знаете, к сожалению, она превратилась в штаб сатаны. Обманом он получил власть над Адамом и Евой. И в течение вот уже шесть тысяч почти на основании Библии он правит здесь свой бал. Земля служит для всей вселенной. Иллюстрацией того, что происходит, когда Божьи разумные существа игнорирует Божьими законами, Божьей правдой и решает поступать абсолютно без Бога по-своему. Христос пришел в наш мир. И Библия сообщает, это уже исторический факт, что он умер на Голгофе, чтобы вернуть себе захваченную сатаной планету, чтобы вернуть себе ее обитателей. Распятие Христа показало, на какую дикость способен этот восставший ангел против Бога. И он хотел уничтожить Господа Бога своего. И когда Христос победил смерть, он воскрес из мертвых, он победил грех, и он возвратился на небо. Сатана понимал, что ему остается немного времени. Он понимал, что скоро придет конец его деянию. Война, начавшаяся на небе, она закончится здесь, на земле. Но только после вынужденного отпуска, который продлится в одну тысячу лет. Этот период часто называют «миллениум» или «тысячелетие». Ньютон писал, что после глобальных войн, катаклизмов, придет Мессия на землю, и он будет править тысячу лет. Возникает закономерный вопрос, когда же начнется это тысячелетие? Знаем ли мы об этом? Есть ли в Библии ответ на этот вопрос? Конечно. Давайте обратимся и внимательно будем исследовать то, что предсказывал Иисус Христос. В книге Евангелия от Иоанна, в пятой главе, Христос сказал, «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божьего и изыдут творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Итак, Библия говорит о том, что будет два воскресения. Воскресение жизни для тех, которые творили добро, поверили Господу Богу и следовали путем Иисуса. И второе воскресение осуждения для тех, которые не поверили Господу и избрали путь свой. Избрали не библейский, не Божий путь, а свой, которым пытаются опять же достичь вечной жизни и спасения. Друзья, когда же произойдут эти два воскресения? Это произойдет одновременно или через какое-то время? Друзья мои, исследуя Библию, я нашел, что первое воскресение произойдет в начале этого таинственного тысячелетия, а что произойдет с другими людьми. Об остальных Библия говорит, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Когда человек хочет найти правду и молится Богу, Бог ему ее показывает только в книге Библии. У него больше на земле нет ни одной книги. У него есть только книга Библии. Друзья мои, это очень важная истина. Посмотрите, какое утверждение делает Библия. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым, они будут царствовать с Богом тысячу лет. Есть шанс сходить в отпуск на тысячу лет. Все праведники живые и воскресшие при втором пришествии Христа будут изменены. Они получат нетленную плоть. И они будут взяты на небо одновременно. Иоанн утверждает, это первое воскресение. Затем он писал, и будут царствовать с ним тысячу лет. Те, которые воскреснут первое воскресение, они будут тысячу лет находиться с Богом и будут царствовать, Библия говорит. Я думаю, что для них это будет отпуск, замечательный отпуск на целую тысячу лет. Что за прекрасное время, тысяча лет с Господом, с любимыми нашими в Царстве Божьем. Библия говорит о том, Христос заявляет, я приду опять и возьму вас к себе. И это произойдет в пришествии Господа Иисуса Христа. И с этого момента начнется это тысячелетие. Друзья мои, вам, наверное, хотелось бы узнать, а что и где будут праведники делать на протяжении тысячи лет. Они будут иметь преимущество посещать другие миры. Они будут иметь преимущество наслаждаться увиденной красотой. Они будут иметь преимущество общаться лицом к лицу, уста к устам, своим Творцом, Создателем, со своим Спасителем. Но не только это. Есть очень важное дело, которым они будут задействованы. Иоанн говорит, и увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить. Они ожили, те, которые сядут на эти престолы, и царствовали со Христом тысячу лет. Они сядут на престолы, и Библия говорит, и будут судить. Знаете, праведники, как сказал апостол Павел, они будут участвовать в важном деле суда над падшими ангелами и нечестивыми людьми. Послушайте, разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Библия говорит, что святые, которые будут спасены, воскреснут первое воскресенье, они будут судить нечестивых и будут судить ангелов падших. Да. Библия говорит, что они будут заниматься очень серьезным делом. Но вы спросите, зачем нужен суд? Если судьба каждого человека уже решена. Не задумывались ли вы о том, что вы будете переживать, если вы воскреснете в первое воскресенье, или вы будете живым до дня пришествия Христа, и Христос вдруг в мгновение ока изменит вас, даст вам нетленное тело, и вы тогда вместе с Христом будете, и будете ходить, прохаживаться, рассматривать тех людей, которые там, и вы вдруг не увидите тех людей, о которых вы были убеждены, что они там должны быть. И вдруг вы не видите их. Не возникнет ли у вас вопрос, почему? Почему нет того, о котором я был убежден, что он здесь? Почему я не могу найти его? Для того, чтобы у нас не было этих вопросов, Бог позволит сделать то, что происходит сегодня. Судьи сели, раскрылись книги. Сегодня занимаются этим исследованием те, которые хотят знать, кто попадет в Царство Божье, не произойдет ли вновь грехопадение, и поэтому они очень четко исследуют эти книги. А затем, мы с вами, если попадем туда, нас будет волновать вопрос, почему нет того человека, о котором я был убежден, что он должен быть, чтобы мы могли иметь правильные мысли о Боге, чтобы мы не стали подозревать Бога, что Бог неправильно судил. Бог будет судиться на этом суде. Поэтому мы будем следовать книги этих людей, и мы убедимся, и будем знать, что Бог не смог их взять. Не потому, что не хотел, но тогда откроются самые тайные и сокровенные вещи. Что делал, что представлял этот человек, а мы видели его только артистом. Он скрывался, он носил маску, оказывается, а мы думали, что он истинный, настоящий христианин, а он был подделка. Поэтому мы тогда скажем, что Бог прав, что он не взял этого человека. И мы о Боге будем иметь самое правильное понимание. Библия говорит, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения. Друзья мои, это очень важное заявление Библии. Когда спасенные исследуют записи о погибших, они поймут, почему этого не смогло произойти. И спасенные согласятся с апостолом Иоанном, и они произнесут, Господи Божий Вседержитель, истинные и праведны суды Твои. У них не будет ни одного вопроса, что Бог что-то сделал не так. Ну что ж, вы скажете, все это интересно, а что же произойдет с грешниками, которые будут жить во время второго пришествия Господа Иисуса Христа на землю? Что произойдет с ними? Библия дает ответ. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. Что это за меч, который уничтожит всех тех, которые будут жить? Сегодня 7 миллиардов людей на земле. Какая-то часть из них попадет в вечность, но Библия говорит, я должен вам сказать правду, большая часть погибнет. По причине, что Бог дает нам абсолютную свободу выбора. И мы пользуемся свободой выбора для того, чтобы погибнуть. Мы не используем свободу выбора, чтобы быть спасенным, а используем ее для того, чтобы погибнуть. Бери от жизни все, что можешь. И мы пробуем насладиться этим миром. Но, друзья мои, что значит меч? Помните, я вам читал этот текст вчера. И небо скрылось, свившись, как свиток. Первое небо – это что? Атмосфера. Где есть возможность, присутствует кислород, мы можем дышать. А оно свернется. И не будет кислорода, и не будет возможности дышать. Поэтому, скажите, люди, которые будут по всему лицу земли, когда свернется, как свиток, атмосфера, они смогут продолжить жить во мгновение ока. А не просто вот шел и упал, и уже нет жизни. Все. Нет, нечем дышать. Друзья мои, Библия говорит именно об этом. Говоря о последнем времени и о будущем нечестивых, апостол Петр написал, «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы наши от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьем небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб и был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огнем на день суда и погибели нечестивых человеков». Библия говорит, первый мир был потоплен водами потопа, второй мир сберегается огнем на день суда. Апостол Павел подтверждает эту идею, и он говорит, «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа». «В пламенеющем огне Господь совершит наказание этого мира», говорит Слово Божие. Посмотрите, как описывают состояние земли пророки древности, ветхозаветные пророки. «Земля опустошена в конец». Это произойдет после первого пришествия Иисуса. «Совершенно разграблено, ибо Господь изрек это слово». Еще посмотрите. «И будут пораженные Господом тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены. Навозом будут на лице земли». Почему? Почему они будут навозом на земле? Потому что не будет ни одного человека живого, который бы похоронил кого-нибудь. Поэтому Библия говорит, что навозом будут на земле. 7 миллиардов сегодня. Если еще продлиться несколько дней, вы помните, к 20-му году предсказывают, что население земли, оно может достичь 15 миллиардов людей. Представьте себе, это кладбище под открытым небом. Вполне понятно, что некому их похоронить. Давайте посмотрим, какие события произойдут перед началом этого тысячелетия. Излитие ясна зверя антихриста и поклоняющихся ему. Книги Апокалипсис 16 глава описывает. Произойдет второе пришествие Христа, воскресение праведных, умерших, вознесение праведных, уничтожение нечестивых, и сатана уходит автоматически в отпуск на тысячу лет. Помните, мы уже читали, что мертвые праведники были воскресены, какое воскресение? Первое и воскресение для жизни, как сказал Иисус. Послушайте, как древние пророки утверждали будущее состояние земли во время тысячелетия. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля как пьяный и качается как колыбель, беззаконие ее тяготить на ней, она упадет и уже не встанет, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Как было бы хорошо, чтобы так вот, как свиток, свернулось первое небо, и люди умерли, и все. Но Библия говорит, после многих дней эти люди будут наказаны. Многие дни – это тысяча лет. После этого тысячелетия они воскреснут. Воскреснут для того, чтобы быть только наказанными. И поэтому не говорите мне, что никакой проблемы, умру я, как все, и никакой проблемы. Есть огромная проблема. Господь говорит, каждому воздаст по делам его. Друзья мои, это уникальное событие будет. Какой хаос будет на земле. Посмотрите, что говорит пророк Еремия. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат. И все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. То есть, никого нету, никакой жизни больше нету. И затем Иоанн говорит, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона-змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, дабы не прещал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». Видите, когда же закончится тысяча лет после этого, ему должно быть освобожденным на малое время. Библия говорит, что по окончании тысячи лет он будет освобожденный из своей темницы, потому что он как бы в темнице, он был скован на тысячу лет. Чем он был скован? Текст говорит, «Дабы больше не обощал людей». Все мертвы. Друзья мои, когда все мертвы, их невозможно искушать. Скажите, этих можно искушать? Они не реагируют. Мертвые ничего не знают. Они не реагируют. И поэтому у него нету дела. Он скован обстоятельствами для того, чтобы ничего больше не делать. Я думаю, что для него начнется этот отпуск. Отпуск на тысячу лет. И то, чем он будет скован, это цепь обстоятельств. И это нормальное действие. Мы сегодня используем точно такой же оборот речи. И мы говорим, «Я хотел это сделать, но понимаешь, я был скован обстоятельствами. У меня не получилось, потому что у меня вот такие обстоятельства были, и я не мог поэтому это сделать». Точно такая ситуация у дьявола. Его работа заключается в одном – обманывать и дурить людей. Но когда людей нету, есть у него работа. Нет, он в отпуске. Он свободный. Поэтому это очень важно. Друзья мои, но и это тысяча лет придет к своему завершению. И Библия показывает, что же будет происходить в течение этого тысячелетия. Давайте посмотрим на эти события. Нечестивые мертвы на земле во время тысячелетия. Земля представляет собой кладезь бездны. Сатана скован на тысячелетия, то есть у него нету дела. Он ходит и рассматривает, что он сделал. Святые в это время живут на небе, и святые, они производят, ведут судебно-следственное разбирательство. Что же произойдет после окончания этого тысячелетия? Иоанн говорит, «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Что за зрелище? Город Божий сойдет с неба во всем своем великолепии и опустится на землю». Почти одновременно с этим событием произойдет другое драматическое событие. Библия говорит, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысячи лет». Вы помните, Христос сказал, «А делавшие зло в воскресенье осуждения воскреснут». Поэтому на протяжении тысячи лет они лежали мертвы. Но когда закончится тысячелетие, тогда они встанут из своих могил и поднимутся. Друзья мои, это уникальная ситуация. Библия утверждает, что первое воскресенье произойдет в начале этого тысячелетия, а второе воскресенье произойдет в конце этого тысячелетия. Умершие грешники по окончанию тысячелетия будут воскрешены. Представьте себе это зрелище. Огромное количество людей. Библия сравнивает их, как песок морской. Давайте будем читать об этом. Когда же окончится тысячелет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, числу их, как песок морской. Сатана будет освобожден от своих цепей. Цепей больше нет. Есть люди, которых можно продолжать обманывать. Получив такую возможность, он снова возьмется, конечно же, за свое. Сатана вновь будет лукавить, вновь будет обманывать, но настолько, насколько только возможно, сильнее для того, чтобы люди последний раз ему поверили. И вновь те, кто не были спасены, кто привыкли его слушать раньше, кто привыкли к его обману и думали, что это правда, они последуют за дьяволом и сатаной. Апостол Павел говорит, неужели вы не знаете, что кому вы повинуетесь, того вы и рабы. И сегодня, и после тысячелетия. Дьявол соберет всех грешников в одну огромную армию. И он вознамерится завладеть Божьим городом, который спустится на землю, говорит Библия. Иоанн видел этот город, как спускался, в котором будет находиться Иисус. И все спасенные. Я на этой неделе вам расскажу об этом городе. Это уникальный город. Это нечто, что меня потрясло. И я вам расскажу в ближайшие дни об этом. Друзья мои, Библия говорит, и вышли на широту земли, и окружились там святых и город возлюбленный. Дьявол организует огромную армию. Главный враг Бога хочет использовать последнюю возможность обрести мировое господство и захватить город Божий. Однако, Иоанн говорит, что эта отчаянная попытка не уничается успехом. Бог положит конец этой битве. И Библия говорит, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Далее Иоанн описывает, а дьявол, прельщавший их, увержен в озеро огненное и серное. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен у озера огненное. Кто-то мне написал такую записку. Что ты, Антонюк, придумал такое, что обязательно нужно быть записанным в книгу жизни, чтобы спастись? А как вы читаете? Правда это или ложь? Если вы не записаны в книгу жизни, у вас нет никакого шанса быть в Царстве Божьем. Как бы вы себя не успокаивали, что «как-нибудь Иисус меня спасет», вы обманываете самих себя. Это дьявол внушает вам. Ваше имя должно быть записано в книге Акца. И это происходит в момент, когда вы заключаете завет мира и прощения с Богом на основании условий, изложенных в книге Библии. Бог имеет свой договор, свои условия. Это одна книга, Библия. Он не использует никакие комментарии для того, чтобы заключить договор о вашем спасении, как только книгу Библию. Если вы не заключили с Богом такого договора, ваше имя никогда не попало в книгу жизни. Возможно, оно попало в церковную книгу, но никогда, никогда не в книгу жизни. И Библия говорит, то, что произойдет, что будут брошены в озеро Огненное, это какая смерть? Номер два. Вы заметили? Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Есть смерть, которой умирают сегодня все люди. Это следствие расходования ресурсов жизненных. Человек стареет, отмирают клетки и все жизненные ресурсы, и мы становимся ветхими, старыми, и в конечном итоге уже не способны жить дальше, и поэтому умираем. Эта смерть не является наказанием за грех. Это смерть следствия греха, но никогда не наказание за грех. Наказание за грех – это вторая смерть. Библия говорит, что после этой смерти каждый человек, он встанет. И одни встанут первое воскресенье перед началом тысячелетия, чтобы жить вечно и никогда больше не умирать и не болеть, а другие встанут после тысячелетия для того, чтобы получить по заслугам. Там не будет милости никакой, брошены у озера огненные. Там уже суд без милости, там невозможно ничего будет изменить. Друзья мои, как вы думаете, они будут уничтожены или они будут вечно мучиться? Как вы думаете? Иоанн написал «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Пожрал законченная форма слова. Свершил свое дело. Есть начало и есть конец. Завершил свою работу. Пожрал их. Друзья мои, посмотрите, что говорит в Священном Писании. Апостол Петр говорит «Придет же день Господень как тать ночью». И тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней что сделается? Не будут написано «гореть вечно», а что? Сгорят. Опять завершенная форма слова. Завершит огонь свое дело. Интересно отметить, что вечный огонь, он был уготован дьяволу и ангелам его, но не для одного человека. Но произнося приговор на теми, кто отверг спасение, Христос скажет им следующие слова. Тогда скажете тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный кому? Дьяволу и ангелам его. Вы видите, Бог приготовил огонь вечный для дьявола и его ангелов, те, которые сделали огромную проблему во всей вселенной, и те, которые издевались на протяжении всего времени существования человека над человеком. И Бог поэтому определил огонь вечный для дьявола и его ангелов. Но для людей нет. Но ввиду того, что люди подружились с дьяволом, прилепились, приклеились к нему греховной жизни, Бог будет уничтожать грех, и ввиду того, что если я прилепился ко греху и не повернулся к Господу, и Бог меня не освободил от греха, а грех – это нарушение любой из десяти заповедей, тогда я сгорю вместе с этими грехами. Я разделю участь дьявола и его ангелов. Иисус Христос перед тем, как возвратиться на землю, то есть на небо, сказал, что Он придет для того, чтобы приготовить место для спасенных. Но вы скажете, подожди, Александр, тут же четко написано, что огонь вечный. Посмотри, как это здесь написано. Друзья мои, на самом деле здесь написано огонь вечный. И как мы сегодня можем рассмотреть этот вопрос, как его применить, то ли он будет вечно гореть, то ли он выполняет какое-то вечное действие. Нам нужно обязательно это исследовать. И послушайте, когда Иисус вознесся на небо, Он тогда пообещал, что идет приготовить место. И Он сказал, место есть, но если у вас есть сомнения, я иду и приготовлю вам место, и приду и возьму вас к себе, чтобы вы были со Мною вечно. Но если человек отвергнет эту любовь Божью, желание его спасти нас и подарить нам вечную жизнь, Друзья мои, он окажется в той проблеме, что и дьявол. Посмотрите, об огне вечном. Значит ли это, что Христос скажет, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. Значит ли это, что огонь будет гореть вечно? Давайте попытаемся рассмотреть эту проблему. Потому что основная масса христиан верит в эту, простите за правду, что я буду говорить нелепость. Мы должны исследовать Писание, чтобы определить, что Бог говорит об этом. Я хочу вам напомнить о важном принципе исследования Слова Божьего. Никогда, никогда невозможно исследовать Священное Писание по своему произволу. Никогда невозможно Священное Писание исследовать, оторвать здесь кусочек, там кусочек, там кусочек и сказать, вот я определил смысл. Для того, чтобы определить, о чем говорит Слово Божье, как о вечном огне, нам нужно собрать всю библейскую информацию, все, что Библия говорит в разных местах, на эту тему, и тогда вывести итог, сделать резюме, что Бог хочет сказать вечным огнем, что Он хочет об этом сказать. Давайте посмотрим, Библия говорит, и говорят горам и камням, пойдите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева акция, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Друзья мои, когда день гнева, то это страшно, но Библия говорит, день гнева, я хочу задать вопрос, день гнева это сколько? Если это нормальный день, не пророчество, то это сколько? 24 часа, ну а если это пророческое время, тогда сколько? Один год, но не вечно же, день не может быть вечным, никогда он не может быть вечным, и подумайте еще об одном, каким должен быть мой Бог, для того, чтобы гнев этот поражал и вечно жег людей, я не верю вечно гневающегося Бога. Кому от этого будет радость? Библия говорит о Боге, кто Бог, как ты, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Я не верю вечно гневающегося Бога. Как мне жаль, когда христиане читают Библию, Евангелие и угрожают людям, будете вечно мучиться в аду. Поэтому придите к Богу, если нет, будете вариться там в котлах, мучиться вечно. Какой Библии об этом написано? Друзья мои, я хочу, чтобы мы могли посмотреть правде в глаза. Давайте посмотрим, какой Бог? Что Бог вечно гневающийся? Если Бог вечно гневающийся, я первый, который не хочу верить Бога. Я первый человек. Если Он может вечно гневаться, это страшный Бог. Но я Его знаю совершенно другим. Бог есть любовь. И с таким Богом я хочу дружить. Я хочу Ему быть послушным, потому что Он не вечно гневается, любит миловать, говорит Слово Божье. Только когда Бог гневается, тогда обстрадают все. Но как только Он прекратил гневаться абсолютно всем хорошо. Друзья мои, я хочу сделать следующее заявление. Вечным будет наказание, а не наказывание. Вечным будет наказание, а не наказывание. Скажите, разница есть или нет? Есть. Наказать навечно, чтобы больше это не повторилось, это одна ситуация. и вечно будут мучиться. Это две больших разницы. Если вечно мучиться, значит никогда не будет предела, никогда не будет конца гневу Божьему. Но Библия говорит, что Он не вечно гневается. И поэтому мы сегодня определим с вами на основании Библии. А Библия говорит, давайте посмотрим на Содом и Гоморру, потому что Библия описывает, что уже вечный огонь был на земле. Давайте посмотрим, как он работает. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни какого огня? Библия говорит об огне вечном. Огонь вечный уже был на нашей земле. Я верю Библии. И теперь я не видел, я был там, я не видел, чтобы огонь горел. Я не видел этого. Друзья мои, это очень важно. Бог, Он не вечно гневается. Никогда уже невозможно воскреснуть после того, когда Бог произведет суд и вечный огонь выполнит свое действие. Библия говорит, Содом и Гоморра они подверглись казни огня вечного. И вы знаете, я вам показывал, где находится Содом и Гомора, и вы видели, что там есть. Там сегодня есть Мертвое море на части этих пяти городов, и часть этой территории засыпана пеплом, и пепел слоем у 2 метра в некоторых местах. И это показывает чем занимается вечный огонь. Вечный огонь после себя оставляет как после атомной бомбы. Не растет больше ничего, там ни трава, ни кустарники не растут, и там просто пепел, слои пепла. Вот это действие вечного огня. Библия говорит, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Посмотрите, что будет происходить после тысячелетия. А дьявол прищавший их ввержен озеро огненное и какое? Серное. И там серо и огонь, и здесь серо и огонь. Вечный огонь это серо и огонь. И серо и огонь превращает все в пепел. А что же будет после тысячелетия? Превратит Бог в пепел или будут вечно гореть? Давайте будем смотреть, чему учит священное Писание. Вы знаете, жители Содома и Гаморы настолько они... Вот посмотрите. Если города Содомские и Гаморские осудил на истребление, превратил во что? Пепел показал пример будущим нечестивцам. Скажите, кто воскреснет после тысячелетия? Нечестивые. И в какой пример показан нечестивцам, что с ними произойдет? Превратятся в что? Разве эти тексты в Библии не замечены христианами, что они выискивают тексты, на которых пытаются строить базу веру свою в вечные муки и в вечный ад и в гиену огненную? Меня удивляет. Как можно читать Библию и не замечать этих текстов? Друзья мои жители Содома и Гаморы настолько исполнились порока, что эти города были разрушены. Племянник Авраама Лот, он тоже жил с семьей в Содоме, но вы помните, что Бог послал ангелов и вывели их из города с семьей. И эти города подверглись казни огня вечного. Почему же сегодня не горит этот огонь? Я там на этой территории сфотографировался. Почему нету огня? Он свое дело сделал. Какое его дело? Превратить пепел. Библия сообщает об этом. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как туг агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Слово исчезнут с законченную форму имеет. То есть были и не стало. Так или нет? Дым будет восходить и гореть будут, пока есть горющее вещество. Знаете, друзья мои, это очень серьезная истина. Они исчезнут навсегда. Библия утверждает, что нечестивые сгорят, как солома. Вы видели, когда-нибудь пробовали зажать солому, а она горит и не сгорает? Посмотрите, что говорит Библия. Ибо вот придет день пылающий, печь. Это ветхозаветний пророк Малахи описывает. Тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А что происходит с корнем и с ветвями, когда они горят в огне? пепел. Пепел. Один человек, когда я говорил эту проповедь, написал, Антонюк, ты разрушаешь веру в людей. Что ты делаешь? Люди хоть немного страха имели из-за ада, а теперь ты позволил, чтобы люди не боялись страха, они будут вообще теперь безбожниками. Друзья мои, разве Бог хочет нас запугать? Он хочет подарить нам свободно, чтобы мы сделали выбор, вечную жизнь, не из-за страха, а из любви, чтобы мы приходили к Иисусу, Господу Богу. И очень жаль, когда мы страхаем, страшим людей для того, чтобы они боялись. Библия говорит, что нужно бояться Бога, но правильный перевод это благоговеть, это почтительное уважение иметь к Нему, а не бояться, что Он меня накажет. И если любишь, у любви нет страха, пишет апостол Павел. Так или нет? Пожалуйста, давайте будем проповедовать правду Божью. Друзья мои, они будут гореть, пока будет горючее вещество. И Библия говорит, нечестивые они сгорят. У них не останется ничего. Они никогда уже не будут жить, они никогда не будут уже делать зла. Библия говорит, что однажды Бог с большим сожалению, Библия говорит, сделать необычайное дело. Вы слышите? Бог вынужден будет сделать однажды необычайное для Бога дело. Это уничтожение тех, кого Он создал. Необычайное дело любить, создавать, творить, заботиться. Вот что обычное для Бога. Из пепла обуглившегося мира, очищенного от смертельного вируса греха, Бог воссоздаст новый мир. Бог показал эту новую землю пророку Исаии. Библия говорит, ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые, и не придут на сердце. Все будет так, как было в пятницу вечером, когда Бог создал Адама и Еву и наш мир. Тогда не существовало. Скажите, где был тогда ад? В каком месте тогда ад был, когда Бог создал нашу землю и человека? Скажите, где был ад? не было? А вы знаете, что Бог хочет сделать? Вернуть нас в тот мир, где не было ада. Вы слышите? Как вы подумали о Боге добром, что на части земли одни будут радоваться, а другие будут мучиться? И вы смотрите на Бога и говорите, какой ты хороший, он злой, он плохой. если он мне улыбается, а потом поворачивается там, где ад и говорит, я еще больше вам дам. Скажите, хороший Бог? Не хороший Бог. Не спро... Нет! А где же милость? Милость же превозносится над судом. Бог добрый, и поэтому он накажет, но наказание не такое, как придумал дьявол, чтобы страшить людей. И вы посмотрите, что происходит. Вместо того, чтобы верить правде Божьей, люди верят в страхи, которые придумал дьявол. И думают, что они служат Богу, а они служат дьяволу, который это придумал. И поэтому, находясь в страхе, они на стороне дьявола. Друзья мои, я должен сказать вам, всем спасенным Бог обещает славную вечность. Человеческий ум, конечно, невозможно человеческим умом это все представить, то, что Бог предлагает человеку. И невозможно пером написать, апостолы, пророки писали, то, что Бог пообещал любящим Его. Но стоит попасть туда. Стоит сделать выбор пользу спасения. Если вы туда попадете, то я должен сказать вам, современный самый шикарный курорт на земле, он ничто будет в сравнении с той прекрасной землей, которую Бог приготовил для спасенных. Подумайте только, все это могли получить те, которые воскресли после тысячелетия. Одинаковое время Бог дает каждому человеку. Одинаковые возможности. Есть талант жизни, который Бог дает каждому человеку, и талант времени. Один использовал свое время и жизнь на то, чтобы решать свои земные проблемы, чтобы ему было хорошо, и чтобы удовлетворять только свои потребности, и он не думал о Боге. Чем похожий человек на допотопного человека, что то же самое делали и не думали о спасении и о Боге. Христос сказал, что так будет пришествие Сына Человеческого. А другой человек думает о Боге, о спасении, хочет вернуться в потерянный рай. Возможности у всех людей одинаковые. Библия говорит, однако, большая часть людей все погибнут. По простой причине захотелось быть послушным дьяволом. Друзья мои, самое трагичное, что эти люди, которые воскреснут после тысячелетия, они все будут понимать, где они находятся и почему. Но они будут понимать, что ничего уже невозможно изменить. Вы знаете, это уникальная история. Я иногда говорю, что один раз в истории человечества все люди один раз встретятся вместе. Одни будут в городе, а другие будут за его пределами. И что уникально, Бог каждому из тех, которые будут за пределами, нажмет кнопочку в разуме. Ну, это моя интерпретация. И человек вспомнит свою жизнь. И очень ярко будут высвечиваться моменты, когда Бог стучал в сердце человека и призывал «Сын мой, приди ко мне, дочь моя, повернись ко мне, не веруй в эти лжеучения, не веруй в эти комментарии, поверь мне, моему письму, моей книге Библии». И как человек всячески находил оправдание, почему он будет праздновать не Божий день, а другой, почему он будет вот так поступать, а не так, почему он будет верить в вечные муки, а не в вечную жизнь и так далее, почему он избирает это. И все это высвистится очень ярко перед его глазами, в его разуме. он посмотрит свой документальный фильм от своего рождения до своей смерти. И затем написано в книге Апокалипсис, когда все люди, и те, которые будут за стенами в этом городе, который спустится с неба, и те, которые будут и внутри, и снаружи, вместе произнесут эту фразу «Праведны и истинны суды твои Божие». И после этого не спал огонь и пожрал всех нечестивых. Они признают, что они достойны этого, потому что имели возможности, но не воспользовались ими для своего спасения. Они больше надеялись на себя, чем на Бога. Как много они потеряли, как мало приобрели. А Иисус Христос сказал, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а жизнь своей повредит». Независимо от цены, вечная жизнь на прекрасной новой земле, сотворенной заново Богом, будет стоить всего. Какие бы нам прелести здесь не предлагали, какие возможности бы у нас не были здесь, лучше лишиться всего этого и быть в вечной жизни, чем надеяться на это и затем воскресность после тысячелетия. Друзья мои, итак есть два воскресения. Христос сказал, воскресение жизни и воскресение осуждения. Что изберете вы? Я хочу предложить вам, не держитесь за традиции, не держитесь за привычку посещать те места, где не проповедуют полноту истины. Придите к Богу Библии. Поверьте Иисусу, поверьте пророкам, поверьте апостолам, делайте как они. В Библии использовалось такое слово греческое, как Евангелион. Оно переводится на русский язык добрая или благая весть. Или иногда мы говорим почти по-гречески Евангелие. Евангелие это добрая весть. Бог любит нас и сделал все, чтобы подарить нам вечную жизнь. Подумайте только, мы должны были умереть, но вместо нас этой вечной смертью после тысячелетия умер он. Многие люди не понимают, и одна женщина мне написала вопрос, ну что если Христос умер на кресте? Что это меняет, если я все равно умираю? А я хочу вам задать вопрос, а теперь вы понимаете, меняет или нет? Христос на кресте умер той смертью, которой еще ни один человек не умирал. Он не умирал той смертью, которой умирают люди сегодня. Он умирал в наказание за грех. И все те, которые примут Иисуса, все те, которые будут спасены, за них Он умер на Голгофе, понес наказание. Но все люди, которые воскреснут после тысячелетия, они сами на себе понесут наказание за свои грехи. Разница есть? Есть разница. Пусть Бог поможет вам, чтобы вы знали, почему Иисус Спаситель. Он не от этой нас смерти избавил, от вечной, после которой нет больше пробуждения, после тысячелетия, чтобы мы тогда не умерли. Он умер за нас на Голгофе. А тех, кто воскреснет первое воскресенье, Библия говорит, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Подумайте, в какой группе будете принадлежать вы. Пусть Бог поможет вам в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь сошла с небес на крест кровавый, так возлюбил Бог мир, что Сын чертог оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, чтоб нас спасти? Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден, мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Спаситель ждет, он помнит о тебе и говорит, иди ко мне. Спаситель ждет, он помнит о тебе и говорит, иди ко мне. Иди ко мне. Он не пришел к надменным фарисеям, пришел он грешнице к слюпому Вардемею, он раны их с любовью исцелит и от грехов освободит. Он раны их с любовью исцелит и от грехов освободит, освободит. Он шел с крестом на смерть, на осуждение, он шел за нас с тобой, но был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь. С глазами мокрыми от слез он знал, что ты еще к нему придешь. С глазами мокрыми от слез к нему придешь. Спасибо, Аллочка. Мои дорогие друзья, послушайте внимательно. Бог, который сотворил концы земли, нашу вселенную, он более постоянный, чем любой человек. То, что правильно, а что неправильно, это не то, что мы с вами делаем определение, а это то, что Бог считает правильным и что знает Бог. Нам иногда кажется, что путь, который мы избрали, это точно правильный путь, но будем помнить, что это нам кажется. И тогда, когда мы изберем привычный нам путь, потому что нам кажется, что это дорога домой, мы можем погибнуть. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы серьезнейшим образом подумали о своем спасении. Повернитесь к Богу Библии, придите Господу Богу, таким, какой вы есть, и не оставайтесь там, где царит ложь, неправда. За этим стоит дьявол и сатана. Господь Иисус сказал, что Он лжец и человека убийца от начала. И если вы погибнете, если вы воскреснете во второе воскресенье, это не Бог вас убьет, а ваш выбор личный. Это ваш путь, это то, что казалось вам правильно. Поэтому сегодня я хочу пригласить вас, придите к Иисусу Христу. Позвольте Ему войти в вашу жизнь. Поверьте, Он точно знает дорогу домой. И не откладывайте это на дальше. Чем дальше вы будете откладывать свое решение, тем сатана больше будет иметь преимущество закабалить вас настолько у привычной вами путь, по которому вы идете, что вы никогда из этого лабиринта проблем, греха не выйдете, а будете думать всегда, Он вам поможет в этом, что вы идете Божьим путем. Пусть Бог сегодня поможет вам поверить Богу, поверить Библии, избрать Его своим руководителем, позволить Духу Святому войти в вашу жизнь, который будет направлять ваши мысли на путь Божий. И положить в сердце своем, Господи, Тебя избираю, хочу следовать за моим Господом Иисусом Христом. И работайте в субботу, так как работал Иисус. Пусть Бог вас поддержит в этом. Я хочу о вас помолиться. Наш Небесный Отец, Мы сердечно благодарим Тебя за то, что сегодня мы имели огромное преимущество посмотреть в Священное Писание, в котором все написано, все решено, и которое точно знает дорогу домой, в котором написан и показан путь, по которому нужно идти всякому, кто поверит в Господа Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, иметь смирение в Своем сердце. Помоги нам не быть гордецами. Помоги нам не пытаться думать, что мы вечны. Помоги нам смириться и понимать, что Ты Единый, Который имеешь бессмертие и смирение сердца. Помоги помнить, что Ты даешь нам жизнь. Каждый миг, каждый вдох наш, все это от Тебя. И когда мы пользуемся Твоими ресурсами, Твоей жизнью, временем, который Ты нам даешь, помоги ценить это и, Господи, использовать это для своего блага, для спасения, чтобы, когда Ты придешь, мы могли бы быть в положении тех, которые вдруг в мгновение ока изменятся и которые, если и умрет кто-то из нас, вдруг в этот момент пришествия Твоего воскреснем, первое воскресенье, воскресенье жизни, чтобы быть вечно в Твоем Царстве. Господи, защити нас от лукавого. Он ходит, как рыкающий лев, чтобы поглотить нас. Помоги нам поверить Тебе и последовать по стопам Иисуса Христа. Сегодня, когда мы уходим с этого места, пусть ангелы могущественной силой хранят дороги каждого человека. Поддержи, Господи, и пошли нужный транспорт, у пути храни, поддержи их дома, их семьи, позаботься о всякой нужде, здоровье дай, а завтра помоги вновь прийти сюда, чтобы верить Тебе, чтобы понимать Твое Слово и следовать за Иисусом Христом. Молитва наша во имя драгоценное для нас, имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Бог вас всех любит, и Он не хочет, чтобы вы вечно мучились, и я люблю вас. Всего вам самого хорошего. Пусть Бог хранит вас в пути.